Продолжение следует... 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 Вопросов? Пока нет. То есть вы должны потом вкратце каждый доложить. Чем? Инициатива, там, Алексей, вот она вот такая, классная, вообще, вот он хочет сделать то. А второй оппонент будет наоборот, там, говорит, вот есть такая инициатива, она нужнее. То есть мы должны вкратить инвестицию оппонента? Абсолютно да. От своего лица? От своего лица. Сейчас говорю, кто с кем царится. Так как нас 11 человек, мне это необходим. Дополнительный человек из состава резервов. Может быть, кто-то желает? Кто есть резервы здесь? Все. Я желаю. Нужен один. Все желают. Все желают. Ничем не обидно? Зачем? Там надо чего-нибудь. Пусто? Ага. Есть, да? Я вот не хотела такого попала. Что ты делаешь, знаешь? Где удобнее? Извините, буду говорить по-фамильному. Черепанова Сазонова, Рудщинова Шастина, Ямашова Мамедоминова, Чернягова Заболска, Дождика Финдухина, Соколовка Иванова. Какого? Угу. А теперь мы пойдем. Какой канал. Идинка Финдухина, Соколовка Комиссии. Вооружение зрителей. Руслан, Соколовка Комиссии. должен сейчас выступить с той анициативой, которую он услышал от соседа, как будто это она его. То есть он должен поставить все приоритеты в том, что мне надо построить дом, потому что это так, это так, это так и так. То есть со всеми вытекающими обстоятельствами. А тот человек, который рассказывал, потом, после наступления, которое будет дано 5 минут на каждого члена, в течение 1-2 минуты, может дополнить это. Всем до 5 минут. До 5 минут. Постараюсь меньше. Значит, я познакомилась с проектом от первой средней школы, значит, от ГТУ к Олимпийским резервам. Это очень нужный проект по физическому воспитанию, поскольку относится к нашим школьникам, собственно, что у нас есть в городе. Надо ценить, что у нас еще есть школы, и поскольку у нас с оборудованием очень плохо, поэтому этот проект, значит, по обустройству площадки, стадиона около школы, где будут и беговая дорожка, и тренажеры, и точно так же все там продуманное, что сделали, значит, и на зимний билет. Это будет все с хоккейной площадкой, значит, естественно, летовая волейбольная площадка, все другое. В общем, я считаю, что это очень нужные, именно делать вот такие вот, значит, и даже у них так сделано на несколько лет, вроде бы, что если не полностью войдет. Я думаю, что таким проектом можно не просто, а все 2 миллиона на такой проект следует, поскольку дело идет о денег. Все проектом нужно было проводить в хорошем состоянии уроки и проводить праздники, также не только школьные, но и родители, пожалуйста, ли приходят в праздники проводить, в городские праздники. Если у нас это получится, привести в хорошее состояние школьной стадиона. Устройство игровой площадки детской в районе, правильно, 13 во дворе. Идея неплохая, мне она понравилась, не поднялась луга. Учать эту идею, вот, скажу только то, что, значит, она носит все-таки не общее городское значение, какого-то локального. Потому что не все тут будут участвовать. Сколько же год живет, окрестных людей, которые проходят, у него много, да. И так неплохо, конечно, дети, если будут заниматься там, да если какой-то, организовать культурно-процветительский доступ в этом месяце, то есть какое-то влияние на сознание молодежи и ребятишек это может оказать. Дело еще в том, что, так как мы с Алексеем Владимировичем прорабатываем мероприятие общего городского значения, этот проект может сочетаться и с нашим проектом. То есть, воедет, если хватит на это много денег, мы не будем, чтобы так по всякому роду мы собираемся. Дети тут ДДТ заходят туда, идут в школу художественную, заходят туда. И проходящие мимо, то есть, тут постоянно будут идти, не только детей маленьких, но и подростков. То есть, они вечерами постоянно один турник там есть, и они все время в нем тягаются. То есть, если будет там еще парочка турников, там и песочниц, то есть, дети там будут играть, они будут сидеть дома за компьютерами, телевизорами и так далее. То есть, это здоровье детей и древних компьютеров. Общение оборудования, площадок, контейнерных площадок, закрытых. Прилечает то, что не будет мусора на территории города, по крайней мере, в этих контейнерных площадок. Каждый контейнер будет открываться отдельно в этом случае. Здесь будет чистота города. Прилечает то, что сумма этого проекта укладывается, и плюс остается еще, и деньги, и работники, которые этим будут заниматься, находятся тоже у нас в городе. А сколько, получается, это не сказали? Сказали. Каждый контейнер, это площадка состоит из трех контейнеров. Закрываются легко пластиковые крышки. Открывать могут и дети, которые могут высыпать мусор. Значит, вся эта проблема в обслуживании она. Значит, это уже все закрыто. Собаки не вытаскивают все эти пакеты, не развивают все это ветром. Значит, и на все эти вот, у нас проблема в Соколах, например, да и всего города, этот весь мусор, все эти пакеты с продуктами уже разложения отхода всех, раздуваться ветром на песочнице. Дети уже там играют, значит, могут эти пакеты как-то так, и инфекция разносится по всему городу. Так что это для благоустройства, сенитарии и... Это очень важно. Это за городом, там, где железная дорога и деревни Вещево построить. Там собирается детско-спортивный комплекс для детей, души, взрослых. Аргумент тот, что там очень далеко от города ехать, куда ехать на спортивные площадки. Это будет большой, если там будет площадка, куда очень много переезжают на каникулы внуков, детей взрослых. И что эта площадка очень нужна. Потому что ездить в город – это сейчас на главную. Поток детей там очень большой у нас приезжают. Большие городки из Москвы, из Санкт-Петербурга детей привозят на все лето, на все как бы три месяца. И я думаю, что если нам поставить такой детский комплекс, будут дети заняты, и так же будут они общаться. Не будут туда убегать, так как у нас есть там железная дорога, есть, где ездят, грузят лес. И очень у них желание большое там как бы бегать. А здесь будут они заняты под присмотром и хоть на виду. А в районе это ближе-то вот какие-то кирпичные, где вот улица Кирпичная или... У нас Кирпичная, да. У нас на улице Кирпичная сгорел дом. Как бы территория очень большая, но администрация обещала ее выровнять и заводить. Как бы из-за этого стоимость уже меньше. Так как выделены, ну нам песок туда завезут, это все выровняют. То есть на месте сгоревшего дома? Да, на месте сгоревшего дома. Да, площадь как бы большая. А вообще вот там вот, где все дома, там есть какая-то детская площадка? Да, детская площадка есть. Везде. Да. То есть вы хотите вообще на новом месте, на чистом, с чистого леса? Да, мы хотим сделать просто и футбольное, как бы баскетбольное поле, чтобы мы не где-то там за домами, за горожанами не бегали, просто они ближе к полю стремятся к нас. А здесь, чтобы видно было, и ничего. Площадь большая, сделать... Дорога для жизни все там, и как бы заболела душой, что мы и так, в общем-то, все не в восторге от наших дорог, и всегда жалуемся на них. Но есть часть населения, которое живет вроде бы вблизи города, и при этом не имеет вообще никакой дороги. И на этой дороге не могут пойти к магазину даже машины с продуктовой машины. Осенью стоит страшная грязь. Дети, соответственно, не могут вовремя идти в школу, в садик. Автобус, который ходит, он не может там пройти. Дети, бабушки не могут пройти к магазину. В общем, дороги совсем нет. И очень обидно, что в наше время, конечно, есть такие участки, где, ну, я не знаю, вообще нет дороги. Хочется, чтобы эта дорога была у них, потому что и молодежь туда едет, и молодые семьи едут. Поэтому эта дорога была у них. Она 800 метров, но вот они ее называют дорогой жизнью. Дети в школу опаздывали. Само собой сейчас у нас садик еще закрыли. Надо в город, получается, детей в садик везти. И сейчас мы еще площадку детскую там сделали с ноля, на бурьяне, так сказать. Стараемся жить, чтобы молодежка не ехала, чтобы деревня не умерла. И это вот поливали. Это вот как Мехток, знаете, там Мехток. Вот от Мехток от магазина вот этого улица. Трасс в высокой структуре. Да. Параллельно трассе получилась. Там часть асфальтирована, получается, доезжаешь, и потом уже... Нет, она идет туда до карьеры, она сразу. Мы не просим. Мы же много не просим. Мы же много не просим. Мы только хотя бы просто бежим. Нет, хотя бы, чтобы к магазину люди могли подойти, если ребенка, мои бабушки с тобой. Потому что именно вот это... Так-то вообще надо все по всей деревне улицу в это пределы. Там оврат не проезжий. Это башня, дорога. Проект о благоустройстве городского парка, который находится в районе Автовокзала. Что сейчас там хотят задействовать епархией. Проект как бы очень интересный. Но раньше там были качели детские, все наверняка помню. Очень был хороший фонтан, парк. И как бы жители Иранска хотят вот устроить этот снова парк. Увидеть в нем то, что много лет уже все погибло. И так как город является туристическим, связать это естественным с туризмом. Раньше были и переходы, и все. Где-то это благоустроить именно тут, у автостанции, чем где-то куда-то в ближайшие деревни. Проект очень хороший. То есть я так понял, что это благоустроить место, где были качели, это раз. И второе, где была дискотека, два. Так? Да, там фонтан, вот этот. Ну нет, как бы вот они жили абсолютно на разной территории. То есть первое, это где вот были качели. И второе, это где вот церковь, где вот дискотека, что там было, ну вот аллея, литий тентья, да-да-да. На науке, да? Ну да, проект, то же самое, благоустройство контейнеров, там и не старые, а новые, и самое, не будет мусора, и самое новое, не очень, конечно, дорогие. Далее 29 по городу, там уж не, кроме собаки, не может быть, не зарегут. Про этот проект уже немножко и озвучили, рассказали. Проект более масштабный, то есть мы сейчас, есть у меня выпадки, есть цифры, есть количество домов, 29 это количество контейнерных площадок, которых мы охватим на территории иранского городского поселения. Всего таких контейнеров будет 40, то есть Сергей Юрьевичу передал уже готовую контейнерную площадку, такая площадка экспериментальная была установлена в микрорайоне Секолы, между пролетарской 1 и пролетарской 3. И мы в течение года наблюдали, как это там все тут работает, потому что образец экспериментальный, его разработали еще два года назад, потом немножко его забыли, я вернулся обратно в предприятие, мы его в прошлом году сделали и установили. Вот идея такова, потому что, почему-то возникло вообще, возникло это потому, что борьба вот с этим мусором, который в контейнерах находится в открытой, она практически бесполезна. Можно туда ставить крышку, где или она, можно ее приваривать, эту крышку. Крышки все открывают, скидывают в сторону. Плюс, если переполнен контейнер, потому что бывают так, что наплывы, ну, выходные, например, больше мусора выносят, потому что дома прибираются, где-то в средней неделе поменьше, да, то есть вот такими наплывами, связанными, там уж праздниками, каждый контейнер в дворник и не поставят. Это просто нереально, потому что контейнер-площадок очень много, это большой объем работы. А вот такими локальными контейнерными площадками мы просто проблему снимаем раз и не всегда. Спорт и досуг. Они тренируют, хотят сделать на 5 километров освещенную трассу, прогулочную с препятствиями. Как знаете, это тоже важно, все приходят сработать. На площади у нас не нагуляешься, да, вечером уже поздно, хотя бы даже зимой. И до 8 часов, чтобы там была освещенная трасса, чтобы люди могли с палочками ходить. Здесь ветер, где-то отдыхнулся, с клейчками. Это очень важно, что сроком надо дружить. Когда милодушные прогулки, то весной и летом это будет траказовый способ участвовать. Конечно, сейчас спрос населения растет, очень много спрашивают, если на траках какой-то инвентарь, чтобы погулять, то наша партина-школа как раз находится в непосредственной близости от этой трассы, что очень удобно было. Приходим, раздевалочки рядом, прогулялись, переоделись, будут работать душевые, поэтому как бы вот спрос населения будет удобно теряем помочь. Это хороший, потому что что он в себе несет? Первый, чистоту в городе. Если было чисто в городе, соответственно, я думаю, потому что людям будет стыдно уже кидать какой-то мусор. То есть будет в городе чище. Первый, вторый, то, что на самом деле развивается, есть все эти пакеты, валяются мусор, тащатся по всему городу, и когда это все будет закрыто, конечно, это будет очень хорошо. Кроме того, мне еще понравилось то, что у них и теплым проектом прилагается благоустройство дорожек тех пешеходных, то есть благоустройство города, кроме контейнеров, пещадок, что тоже очень хорошо, потому что по некоторым пешеходным дорожкам просто невозможно идти. Например, я как мама, когда идешь с подясками, в некоторых местах просто нереально прийти, надо, не знаю, не смеете летать. Вот, то есть если это было в дополнение к благоустройству контейнеров, пещадок, то проект отлично. Подберите, я дорожки не увидел, мне не. Дорожки. Детские площадки еще. Дорожки, детские площадки. То есть благоустройки. Дорожки, дорожки детским площадкам. Да. Да, замечательно. Значит, это пропаганда здорового волокна за жизнью, обустройство здоровья. Значит, пропаганда здоровья, она достаточно широкая, но зарастает. Ее нужно, как я поняла, вырубить, нужно весь этот, всю город прочистить. Значит, установить там спортивное сооружение, там турники, там вот что-то походу, что можно. Значит, зимой на ней занимаются лыжи, там ходьба, скандинавская ходьба сейчас у нас в моде начинается. Значит, достаточно широкая площадка должна быть для этих лыжных палок. Летом это ходьба, это занятие спортом. Значит, и в эту же сумму, в эту же стоимость входит обслуживание зимой этой тропы здоровья. Это два. Значит, прочищается, проезжает уран и что-то было удобно, комфортно ходить. Значит, и, значит, будет у них прокат, скоп, инвентаря, лыжи, коньки, так что тропа, там где будет, нужно ее отрестаблировать, потому что помогло у нас как-то не будет. А коньки, проект, уже коньки, это тоже, тоже наша дальнейшая мечта. Как вы считаете, значимый проект? Думаю, да. Да. А востребован он вообще для иранска? Вы знаете, востребован. Я живу в Соснике, и у нас вот этой тропы здоровья нет, и у нас вот тропа, как можно сказать, ну вот, ну в две ноги, там, или в одну ногу, вот, и ходишь, и каждый день ходят в торгушки с палочками, с кружечками вот иду, и постоянно одни и те же вот, этот человек 25, наверное, вот каждый день ежедневно ходит. А вот в Березнике, тропа здоровья, там город весь заходит, и пенсионеры, и школьники. И Сосники-то тоже гуляют? Гуляют. Сосники у нас обычно там, ну, паналов, пустая, конечно, но мы и вот выходим. Может, ветра кто-то здоровит? И следующий. Ну, мне кажется, нам будет сама посуперить, и там будет больше на руках идти. Если ее оборудовать, то они так... Знаете, Сосники, она... Нет, если вы будете здесь, если есть третье, типа, это естественно. Но... Это естественно, чтобы я выгляну, ну, в городе, старая освещенка 1800 метров, и лыжная трасса любительская 5 километров. Основная мысль, это все расчистить, привести в порядок, зимой содержать в соответствующем должном содержании. Плюс в том, что здесь, она, эти все оздоровительные трассы будут использованы всеми слоями населения, начиная с малышей, а заканчивая людьми пожилого возраста. Обратите внимание, новогодняя каникулы, когда мы все с вами отдыхаем, какое скоблемо народа там бывает. Я думаю, что это очень актуально для любого жителя нашего города. Это визитная карточка. Визитная карточка. Маленькая карточка, которая нужна осветить, поставить свет. Чтобы, кому страшно ходить вечером, они могли пройти вот этот маленький дружок, и дети здесь. Можно поставить прокат, чтобы, ну, прокат, поставить палок, это сейчас, как бы, распространенная. И летом поставить скамеечки, если, допустим, пожилые люди или кто-то, ну, там, устанут, чтобы они могли отдохнуть. Где-то поставить. Даже можно буфет какой-то, чтобы где-то проголодались, даже если вы могли бы пить стаканчик чаю или сок, и запустить. И вот на улице. У меня там еще есть танки. Можно... Там есть заблочек, вот-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в. Там присадаются на мышцах, на танках, на лидианках внутри. Вот. И ваш контейнер оставить. И вот так и хочется добавить, что для себя со своими людьми, для себя в сфере воздуха. И главное, все очень близко, да. И привязывать все к спортивной школе действительно очень удобно. Если, допустим, ты идешь на километровую дистанцию, нужно раздеться в раздевалку, прийти и обратно одеться. Это ж очень удобно. Нигде чего-то сбрасывать. Это очень красиво, я считаю. Это очень нужный проект. Напомню, 7 назад будущее. В общем, идея проекта, самая замечательная, которая здесь вообще прозвучала, да. Почему она замечательная? Потому что, вообще, этот проект надо было назвать немножко а-ля 60-80-ый, да, ностальжи. Потому что, воплотив этот проект, любой человек, когда придя в наш городской сад, то есть мы сейчас речь идем о городском саде, он может вспомнить себя просто-напросто там 15 лет, 16 лет. Да почему? Потому что в то время работала вот там с площадкой, на которую все мы, наверное, с вами ходили. Каждый присутствующий там ходил, может встретил какую-то свою первую любовь, прогуливаясь там между фонтанами, ходил на берег реки и рай. В общем, это все, думаю, что вот напоминает частичку вот того времени у каждого. То есть каждый это вспомнит. потому что набор, скажем так, вот тех вот моментов, которые там были, там я так понимаю, что это еще связано у нас с пионерским сквером. Те карусели, которые я еще там и сам не достал, к сожалению, да, которые там звездочку, помню, стояло, вот эти лодочки, которые были. Ну он где-то катался, по-моему, которые, ладно, так по кругу, да? На цепях. На цепях, по-моему. То есть все мы это прекрасно помним. И если мы создадим, скажем, вернем историческому месту города какую-то прежнюю свою привлекательность, скажем так, да, прежнюю историческую там составляющую, я думаю, это будет приятно каждому жительу нашего города, потому что вот с этим местом мы его прошли все. Все, кто здесь присутствует. Кто живет в этом городе? Потому что, ребята, в первую очередь это дискотека, любовь, какие-то пробулки. То есть сейчас в городе такого места, скажем так, зеленого, где рядышком есть замечательная река Ярань, в городе просто нет. Просто на сегодняшний день нет альтернативы такому месту. И сейчас прогуливаться где-то там, вот со своими же детьми, которые у меня есть, там две дочки у меня там есть, вот, мне такое место больше не показать, не рассказать, что у папы тут было. Не вывезти их на реку Ярань, ну не все, не все. Не все, но тем не менее. Вот, рассказать, что было когда-то. Потому что сейчас молодежь у нас настолько привязана к компьютерам, привязана к каким-то, к какому-то своему пониманию мира, который сейчас вокруг, да? Что им прошлое-то, родители там, да, все это прошлое, им уже интересно. А вот хотелось бы восстановить такой кусочек города Иранска, прежний, тихий, спокойный, красивый, со всеми элементами, может быть, не со всеми, не со всеми, но начало положить. То есть хотя бы там восстановить вот эти уже фонтаны, пусть они не можем пока на сегодняшний день, и технически будет невозможность, но хотя бы привести в порядок, почистить, покрасить, аллейки привести в порядок, поставить скамеечки, чтобы было приятно туда зайти. Приехали родственники. Чтобы было так же, как раньше. Там и перенена была, там основные были и скамечки, там танцевальная площадка была, и кино показывали, и аллеи были, и скамечки, и, значит, это самые цветы. Все было очень красиво, все было очень красиво. И сейчас можно вот так сделать. Оставки маленькие, небольшие, и предприниматели могут там торговать, и выручка будет, и все, и мороженое, и напитки, и мамы здесь не будут гулять, и все, и чистый воздух, с реки, и слугов, всегда ветер бывает больше. И красота, и красота, и стоять и безус. И наш брат придет туда, на зону, и покушает. Мы всегда, и все приходили кушать пельмени эти наши домашние. Даже и домой надеялись, домой даже. Мяса таких не было. Ничего спрятать. Мяса такого нет. Вермина Сложкина приняли это, никаких слушаний не было. Это все в прокуратуре, так что вы на этом не зацикливайтесь. Что в красоту там ничего, никакого строительства. И экологи не разрешили спиливать деревья. Деревья спиливать там нельзя. Поэтому строительство можно он сами как сделать. Строят гелии все. Мы услышали те направления, те инициативы, которые, ну, будем говорить так, каждого волнует по-своему. Кто-то глобально берет, кто-то поменьше берет. Но это все дело, как сказать, разное. Для того, чтобы ваша инициатива прошла. Для того, чтобы, а может быть и не все провели. Я не могу знать. То есть все будет зависеть от вас в дальнейшем. Для того, чтобы узнать, входит ли это в полномочия администрации. А может у них запланированы уже деньги в бюджете на детскую площадку у дома 13 или на березовую рощу. Мы это тоже с вами не знаем. Правильно? Вот к следующему заседанию мы сюда приглашаем всех тех, кого вы хотите видеть. Это сотрудников городской администрации. Если мы говорим о, не знаю, о строительстве чего-то, да? То есть нас интересует земля. Чья она? То есть местная, муниципальная, казенного учреждения там или какой-то вообще другой организации. участник. То есть у вас может быть проекты хорошие, но там-то вам это дело не сделано. И поэтому до... предлагаю... да. Одно заседание не будет? Ну пока да. То есть... 17-го все готовы. Давайте так, до 17-го, не до 17-го, а 16-го числа, даже 15-го числа. Сегодня у нас десятые пять дней. То есть все должны хорошо подумать, какие вопросы необходимы кому и какие вопросы вы хотите задать. Кого хотите пригласить? То есть все лица будут здесь. Это дело вы направляете мне. Можете в этом, как сказать, ВКонтакте, там на страничку выложить. Либо могу записать электронный адрес. А я-то все хорошо читал. Конечно, я вчера пол 12-го выложил. Запомнили? Какое число? 15-го. 15-го числа, то бишь все вопросы, все люди, которых вы хотите увидеть. Мне напишите, если надо, алифону, кто? Просто личным сообщением. Личным сообщением мне. ВКонтакте. ВКонтакте, да. Можете делать делать, а на выходе... Чего не получилось? Просто он сказал, что нужно. Это уже есть. Ее вот все сделано. То есть лучше... То есть... Мы говорили, что три... Ну не больше трех. Можете для ответа запаснуть. И, соответственно, веком переходите. На? В другую. Вопросы? Предложения? Дальше. 17-го. 5-30. Пока все.